На Владивосток обрушился мощный снегопад. За сутки там выпала месячная норма осадков. На дорогах зафиксировано больше ста ДТП. Подробности у нашего собственного корреспондента в Приморье Ольги Скриптиков. Такая картина утром в понедельник почти по всему городу. Даже внедорожники с трудом преодолевают нечищенные придомовые проезды. Там вообще внизу буксуют, все буксуют, там внизу заехать не могут. В город сковали километровые пробки. Выехав раньше обычного, люди по несколько часов добирались до работы. Как у меня директор сказал когда-то, мы работаем в любую погоду. За сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Снег начал идти еще накануне вечером. Некоторые машины за ночь засыпало по крыше. Выехать из двора было практически невозможно. Большинство автомобилистов решили все-таки не выезжать на дороге и оставили свои машины во дворах. Но добираться пешком совсем не проще. Идти приходится по сугробам. Снега практически по колено. Утром общественный транспорт с трудом доезжал до остановок. Автобусы битком забиты пассажирами, а те, кто не успевал зайти, выстраивались в длинные очереди. И это при ветре до 25 метров в секунду. Все эти люди, которые немного доехали до работы, им приходится то ли трамвай, то ли пешком идти. На центральных трассах работают более 100 единиц снегоуборочной техники. Но и сами жители взялись за лопаты. Тротуары и подъезды к домам чистят, не дожидаясь дворников. Завтра ребенка в садик везти. Сегодня на ватрушке везли очень тяжело по бездорожью. Поэтому, как видите, у нас уборщиков нет нигде. Поэтому наработают кто как может. Циклон не повлиял на работу аэропорта. А вот междугородние автобусные рейсы отменили по нескольким направлениям. Сильный снегопад по всему краю. Будет сутки, как снег валит и валит и валит. На прошлой неделе температура воздуха поднималась до плюсовых значений. Приморцы были в предвкушении весны. Но синоптики разочаровали. В конце недели снова осадки. И хорошей погоды пока не обещают. Лето, приходи. Хочу лето. Ольга Скрипникова и Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро ТВ-центра. Приморский край.